добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль chevrolet lanos 2008 года выпуска с двигателем 1.5 на механике на этом автомобиле мы сегодня заменим термостат ну раз полезен туда так же ремешок грм он пробежал где-то 30 тысяч ролики менять мы не будем но ремешок заменим для этого поднимаем автомобиль снимаем правое колесо защиту и там уже смотрим что и как попутно откручиваем снимаем корпус воздушного фильтра откручиваем два болта и одну гайку крепления корпуса он нам здесь будет мешать откручиваем вот этот хомут крепления гофры снимаем хомут здесь снимаем шланг откручиваем датчик разъем можем вытаскивать все можно сразу открутить шкив гидроусилителя головка здесь на 12 должна быть да на 12 ослабляем натяжитель генератора ну и все здесь сверху пока мы сейчас все оставляем поднимаем в автомобиль и разбираем снизу снял защиту болт у нас здесь наш киев идет головка на 17 сзади вот у нас видно маховик здесь блокируем его отверткой и откручиваем болт так Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Все, шкив мы ослабили. Теперь ослабляем гайку и снимаем ремень кондиционера. Гайка здесь на 14. Смотрите продолжение в следующей серии. Снизу болт у нас на 12 головки. Скидываем ремень. И скидываем второй ремень. Откручиваем шкив. Снимаем вот эту крышечку. Подкручиваем головку на 10, болты М6. И снимаем крышку. Теперь мы опускаем автомобиль и снимаем крышку сверху. А пока мы снизу... Мы, наверное, вот эти болты тоже сразу открутим. Которые у нас держат заднюю часть крышки. Берем ролик, пока мы не снимаем. Выставим метку. Потом снимем ролик. Откручиваем вот этих четыре болта, которые у нас... Верхнюю часть крышки закрывает ремешок. Верхнюю часть крышки закрывает ремешок. И снимаем ее. Теперь откручиваем три болта, которые у нас крепят насос гидроусилителя. Головка на 12. Ох, затянутая. Откручиваем. Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь не три, здесь два болта. Вот такие болты. Все, насос вот он у нас откручен. Мы его уже постараемся отвести в сторону. Сейчас мы берем, выставляем верхнюю мертвую точку, ну и открутим шкив распредвала. Для этого мы фиксируем шестерню. Здесь можно упереть в болтик, но как правило болтики срываются, поэтому надо как-то вот именно сделать ключ и зафиксировать ее через отверстие. Выставляем метку, метка вот она, которая у нас на 16 стоит, полоска. Ремень прослабленный, видно. Натяжитель почему-то его не выбирает. Ладно, срываем вот этот болт. Сделал я для этого вот такую рогатку. Держим за два отверстия. И откручиваем болт. Спереду зайду. И с помощью ее потом же и затянем. Теперь берем внизу натяжитель, ролик, фиксируем. Головка на 13. Вот он натяжной ролик. Вообще, натяжка здесь выставляется помпой, а ролик уже выбирает свободный ход. Я его ослабил. Я вот таким вот шестигранником маленьким на три шестигранник. Вот зафиксировал его. И теперь можно болт полностью открутить и уже снять ролик. Здесь вот снизу у нас метка. Она у нас на зуб не попадает, метка. Вот на... Ничего не понятно. Она должна вот сюда попадать. Она практически, но она не попадает. Потому что вот эта вот стрелка должна попадать вот на эту метку. Что-то пошло не так. Ладно, снимаем. Натяжной ролик. Трик. 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 и снимаем ремень снимаем шкив то что вот ремень болтался видно на крышке набито место это быть не должно откручиваем болт распредвала шестерни снимаем шестерню снимаем шестерни и откручиваем два вот этих болтика М6 шестерни пока снимем ремень вытащим чтобы он здесь не болтался мы его проталкиваем под гидроусилителем под насосом все вывели мы старый ремень ремень еще не мертвый маркировка на нем еще осталось вот вот эта крышка она несъемная из-за гидроусилителя чтобы гидроусилитель снять тут надо либо подушку откручивать приподнимать но ее надо откручивать не одну их надо откручивать две но мы этого делать не будем есть второй вариант что с этими крышками делают их пилят пополам с двух половин вставляют опять же мы тоже этого делать не будем мы сейчас посмотрим если у нас ничего не получается ее снять мы сделаем ее просто отодвинув потому что вот сейчас мы отодвинули у нас здесь легко можно спокойно долезть до помпы ой до термостата не до помпы вот один болт вот второй болт но антифриз мы еще не сливали поэтому сейчас сначала сливаем антифриз а потом откручиваем термостат и Если только провернуть. Вот и все, крышку мы сняли тоже целую, не пилили ее, но для удобства установки ее можно распилить пополам, нижнюю и верхнюю часть отдельно, но есть вероятность, что она уже будет не целостная, а крепится она всего на двух болтах сверху и двух болтах снизу, и вот посередине где ее распилить она может вибрировать, чего нам и не нужно. Поэтому обратно мы вставим ее точно так же. Масло с гидроусилителем мы не сливали, видно было мы подняли его вверх на шланге и вытащили ее, боком немножко развернули и вытащили. Сейчас сливаем антифриз.